Министерство строительства и архитектуры края ликвидировано. Об этом стало известно еще на прошлой неделе. Его функции губернатор поручил передать Минтрансу, которое теперь будет называться Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта. На еженедельном планном совещании в правительстве Владимир Владимиров озвучил одно из приоритетных направлений нового ведомства. Мы встречались со строителями, со старейшинами. Там есть предложение по наличию полномочий университетства, министерства. Особо, что мне нравится, это все-таки архитектура. Я хочу, чтобы процесс архитектуры, который мы в 2013 году в конце начали, об объединении всех архитекторов в одну единую систему, согласование по муниципалитетам, оно должно быть завершено. Работать новое подразделение правительства начнет с 1 июля. По поводу предстоящей переоценки кадастровой стоимости земель Старопольского края губернатор отметил, нужно обеспечить беспрецедентную открытость процесса и учесть опыт прошлых лет. Она должна быть открытая, такая открытая, чтобы аж светилась. Никаких решений не принимать. Проанализировать ранее принятые решения, особенно, опять-таки, возвращаясь к невинному иску. Город за один год потерял 200 миллионов собственного бюджета за счет переоценки земель. Проанализировать эту ситуацию надо. Это неправильно. На Старополе завершается сев яровых. Как отметил куратор агропромышленного комплекса Николай Великдань, Старопольские аграрии засеяли яровыми культурами 870 тысяч гектаров, что без малого обеспечивает стопроцентное выполнение плана. Также началась подготовка краевой элеваторной системы. Ее общий объем рассчитан более чем на 2 миллиона тонн зерна. Еще 5,5 миллионов тонн может храниться непосредственно в хозяйствах края. Кроме того, Николай Великдань доложил о готовности миллиардативного комплекса края. К поливу подготовлены 113 тысяч гектаров. Отремонтировано 1096 гидросооружений. С 29 апреля к постоянному дежурству приступила краевая противоградовая служба. Для защиты края от градобоя закуплены 2300 противоградовых изделий. Более десятка из них были использованы в минувшие майские праздники. Марк Криский, Иван Тацанов, АДВ, Старополь.